Врач должен уметь собственными глазами Читать книгу природы и понимать написанное в ней Еще 500 лет назад сказал немецкий алхимик Парацельс Здравствуйте, в эфире программа про здоровье Сегодня расскажем На самом высоком уровне За что получил премию правительства России Новосибирский врач Александр Дергилев Оптимальная среда Какие возможности реабилитации Есть в медучреждениях региона Вместе весело шагать Кто принял участие в акции Шаги здоровья В Беловодском районе Луганской народной республики Сейчас работает бригада новосибирских медиков Врачи провели больше 70 операций Приняли 12 трудов С подробностями мой коллега Станислав Блинов У пациента на операционном столе Грыжа в паховой области Врачи работают без больших разрезов С помощью небольших проколов Весь процесс видно на экране монитора Это и есть лапароскопическая хирургия Оперирует бригада новосибирских медиков До них такие операции в Беловодске Не делали уже давно Два разреза по 0,5 И один разрез около сантиметра на брюшной стенке И через порты уже соответственно Выделяем также ткани В толще брюшной стенки И уже туда устанавливаем сетчатый имплант После такой операции Соответственно человек буквально На следующие сутки Там через сутки может идти домой Работать таким небольшим вмешательством Получается не всегда Хирург 25-й больницы Новосибирска Павел Жердий рассказывает Много запущенных случаев Не считая экстренных Почти каждый день В плановом порядке проводит по 2-3 операции Операция прошла успешно Серточку установили в межмышечном пространстве Пациента И сейчас группа новосибирских хирургов Закончила накладывать швы Сам Павел должен был уехать домой Ещё несколько дней назад Но когда срок командировки подошёл к концу Принял решение остаться Ещё на месяц Не страшно было ехать? Ну Страшно, не страшно То есть Как-то больше мысли были о том Что нужно ехать И Как сказать Помочь людям Так сказать Выполнить свой долг Свою клятву Которую мы давали в институте Помогать людям То есть у нас в стране ситуация одна А здесь ситуация другая И люди тоже нуждаются в помощи Больница укомплектована необходимым оборудованием А расходные материалы для операции Получили с грузом гуманитарной помощи Из Новосибирска В составе группы четверо человек Два хирурга Анестезиолог И акушер-гинеколог Настоящие профессионалы Заслужили авторитет И уважение своих беловодских коллег Конечно, с первого надо же присмотреться Ну как Вы понимаете Как сразу не скажешь Посмотрели в деле В работе Это украинцы, как говорят По витре Свежие Это влилось в наш коллектив Ребята очень грамотные Грамотные Я ничего не скажу Работается очень легко с ними Знающие доктора И за ними как за широкой спиной Вы понимаете Я говорю, что такие есть врачи Впереди у новосибирских медиков Еще месяц напряженной работы А когда придет время отправиться домой На смену им придет Следующая группа добровольцев В Москве вручили премии Правительства Российской Федерации В области образования В числе награжденных Наш земляк Главный специалист По лучевой диагностике Новосибирской области Александр Дергилев За что вручили высокую награду И как пришел в медицину Ведущий специалист региона Дергилеву Александру Петровичу Заведующему рентгенологического отделения Клинической больницы РЖД и медицина Города Новосибирска Заведующему кафедрой лучевой диагностики Новосибирского государственного Медицинского университета Премии почетные грамоты Вручает премьер-министр России Михаил Мишустин Александр Дергилев Получает высокую награду В номинации Системы додипломного И дополнительного Профессионального образования Отмечен за инновационные И традиционные Образовательные технологии Преподавания лучевой диагностики В стоматологии И челюстно-лицевой хирургии В медицине Александр Петрович Почти 40 лет В медицину как попал В роду медиков никого не было В детстве читал много И среди книжек Попадалось достаточно много таких Где описывались врачи будущего Их потрясающие возможности Их отношения к людям И сложилось впечатление О врачах Почти как о небожителях Сегодня в работе Используют такие технологии Которых не было В советских фантастических книгах Уверен Его специализация На передовой А выбрал ее Благодаря учителю Шестой курс Начал вспоминать Что было наиболее интересное Наиболее знаковое Ну и пожалуй Одним из самых ярких пятен Был цикл по рентгенологии Который вел Зеленский Михаил Ильич Прекрасный человек Которого я до сих пор Считаю своим учителем Прекрасный врач-рентгенолог Александр Дергилев При каком круге При каком круге патологических процессов И вот уже В поисках этой информации В поисках возможности Дать эту информацию И пытаемся сделать что-то новое Уверен Возможность реализоваться Профессионально Появилась благодаря Одному из ведущих Челюстно-лицевых Хирургов страны Павлу Сосолятину Стал исследовать Диагностику Височно-нижнечелюстного сустава Кандидатская Затем докторская работа Считается ведущим Специалистом По патологии Лицевого отдела черепа Знаком с проблемами Практического здравоохранения Как главный специалист области Следит за работой В центральных районных больницах Совмещаешь работу В должности Заведующего кафедра С работой в должности Заведующего отделением Работа главного специалиста Занимает все свободное время Но когда оно остается Все-таки Очень люблю быть со своими семьей Люблю, когда мы все вместе собираемся Две дочери Два зятя, естественно Четверо внуков И вот когда 10 человек вокруг меня Или не вокруг, а рядом со мной Где это? Без разницы Больше всего люблю на даче Но вот это может быть хобби мое Дачу строил сам С нуля, своими руками При помощи друзей Ну, как сказала дочка Замечательная простокваша Она получилась То есть хорошая зона отдыха Ни одной грядки Трава Где внукам можно делать все Что они хотят Бегать где хотят И никто им не скажет Сюда не ходи, туда не ходи Дайвингом не занимаетесь? Марки не собираете? Марки собирал в школе Потом отошел от этого Недавно смотрел свой альбом Вспоминал с удовольствием Дайвинг очень люблю Несколько погружений у меня было Причем, как мне сказали Те, кто помогал мне погружаться В Баренцевом море В Красном море Каждый может А вот в Баренцевом Это, говорит, одно к трем Охота, рыбалка Нет у меня к этому Такой сильной тяги То есть я не получаю От этого большого удовольствия За компанию, да За компанию ездим с друзьями Причем на рыбалку ездили В такие места Что я не каждый там бывал На Камчатке рыбу ловил В долине Дельты В Астрахани рыбу ловил В Якутии рыбу ловил Впереди дальнейшие научные открытия И подготовка медицинских кадров Для страны Кстати, врачом трудится и старшая дочь Один из внуков Тоже планирует продолжить семейную династию Оптимальная среда Для восстановления Медицинской реабилитации Такую программу реализуют В нашем регионе Оснащают клиники Необходимым оборудованием В кабинете 212 Елена Лосева Проходит реабилитацию После травмы Полученной из-за гололедицы Второй день Она активно работает с врачами Сейчас тренирует устойчивость И уже чувствует улучшение Две косточки сломаны Связка порвана Поликлиника Сделала направление И меня здесь любезно приняли Огружили вниманием И заботой В соседнем кабинете Идет курс электролечения В палате лежат люди С переломами конечностей Аппарат помогает Восстановить кровообращение Значит, данный аппарат Называется Флебопресс Он у нас используется У пациентов После эндопротезирования Тазобедренных Коленных суставов И после Консолидации Перелома Для того, чтобы Снять отеки И быстрее Восстановить Нам ему Конечность Инструктор Алексей Александрович Каждый день Проводит занятия С пациентами С эндопротезированием Суставов Занятия проходят На протяжении 20 минут Самое главное Укрепить мышцы И не допустить Осложнений Здоровую ногу Носок на себя Натянули И пяткой По полу Ездим Вперед Раз Два Три Четыре Этап этот Очень важен Так как Именно в первый этап Нужно правильно Научить Двигаться Пациентов Правильно ложиться Правильно вставать Правильно ходить По лестницам Кроме того Необходимо Укрепить Свои мышцы Которые будут Держать В последующем Сустав Существует Более 20 методик По реабилитации Для разных пациентов В госпитале Представлены Все виды Физиотерапевтических Методов ЛФК Гидромассаж Электролечение И даже Соляная пещера В год Врачи реабилитируют Около 4 тысяч пациентов На территории Новосибирской области 20 медицинских Организаций Сегодня Оказывают Медицинскую Реабилитацию Это и в амбулаторных Условиях Это и в стационарных Условиях И в условиях Дневного стационара Данные реабилитации Проводятся для пациентов Бесплатно В рамках территориальной Программы Оказания гражданам Российской Федерации Бесплатной Медицинской помощи Реабилитация Это заключительный И важный Этап Восстановления Здоровья Пациента Все что нужно Это направление Лечащего врача И полис ОМС Обратиться могут Пациенты После болезни Инсульта Или операции А сейчас Время нашей Новой рубрики Мировые новости В ней мы будем Рассказывать О ситуации В зарубежном Здравоохранении Интересных Клинических Случаях Новых методиках Лечения Сегодня сюжет О болезнях печени Смертность От них За последние Полвека В Великобритании Выросла В 4 раза Бретонец Ян Уэдден Пока еще не прикован К постели Но остро Нуждается В операции Которая Спасет Его Жизнь Три года Назад Ему сказали Что длительное Пьянство Сильно Повредило Его Печень Единственный Выход Пересадка Органа Иначе Станет Хуже Хирурги Королевского Госпиталя В Лондоне Готовятся К операции Поскольку Операция Сложная Есть риск Для его жизни Он составляет Около 10% На стадии Восстановления Умереть можно От осложнений После операции Обычно Не сразу Европейская Ассоциация Заболеваний Печени Сообщает Что за последние 52 года От болезней Связанных С этим Жизненно важным Органом Стало умирать В 4 раза Больше британцев В среднем Больная печень Становится Причиной смерти Более 40 Пациентов В день И главная Причина Заболевания Алкоголь Впрочем Есть и другие факторы риска Примерно четверть Случаев Связано с ожирением И неправильной диетой Ранее в этом году Знаменитый шеф-повар Джейми Оливер Призывал власти Скорее принять законы Чтобы ограничить Распространение Нездоровой пищи В обществе Врачи согласны Мы должны Запретить Рекламу Нездоровой пищи На телевидении Мы не должны Давать людям Чрезмерно Пить сладкие Напитки Некоторые пытаются Донести это До самых молодых Людей в обществе Врач-трансплантолог Коша Гарвал Из Королевского Института Исследований Печени Приехал в эту Лондонскую Начальную школу Чтобы рассказать Ученикам Как они могут Сохранить Свою печень Здоровой 90% Заболеваний Печени Можно предотвратить Поэтому Забота об органе Сейчас Может уберечь Этих детей От списков Пересадки Когда они Станут старше Между тем Яну Эден Уже отходит От пересадки Ему повезло Появился второй шанс Однако Врачи призывают Не доводить до такого И начинать Заботиться о здоровье До того Как станет Слишком поздно Вперед К активному долголетию Акция Шаги здоровья Проходит уже В четвертый раз Объединяет Пенсионеров Из разных уголков России Сколько жителей Нашего региона Приняли участие Во флэшмобе Делаешь шаг Одной ногой вдох Другой выдох Сегодня технику ходьбы Успевают отточить Еще до флэшмоба Акция Шаги здоровья Проходит по всей России И в Новосибирске Приняли участие 3000 жителей Серебряного возраста Теоретическая подготовка И обязательный Предварительный медосмотр Знаете, я дома Меряю нормально Всегда Ну тут еще, видите, холодно Сосуды спазмируются На морозе Измерили уже давление Сатурацию Пульс измерили То есть, все в пределах нормы Всех вывели, как говорится На спортивную ходьбу И зарядку В Первомайском сквере Новосибирска 30 участников Многие пришли уже не в первый раз Впереди 2000 шагов К дистанции Надо подготовиться основательно Раз Два Три Четыре Количество участников С каждым годом растет В Куйбышеве Пришли целыми командами Активистки Которые занимаются В группе здоровья Другой раз Так никуда не охота Встанешь, думаешь Господи Еще же нужно идти Ну как вот это И все равно Кофе попил Ногами немножко Дома подергал Собираешься И пошел А уже в группу здоровья А уже когда в группу попадешь Уже почему-то забываешь Что тебе не охота было Что у тебя какие-то мысли Совсем другие были Собираешься и идешь В Сдвинском районе Рекордсмены прошли Четыре тысячи шагов От дома культуры По улицам села Отличное движение Это жизнь По себе Очень довольны Заряжены мало того энергии Друг с другом Пообщались Потому что Действительно редко Сейчас видимся Усталости нет У нас наоборот Эмоции хорошие И мы дома очень много Ходим Поэтому для нас Это просто Хорошее времяпровождение Интересно Весело И с людьми Пообщаемся Нравится нам Хорошо Молодцы Что организовали Такую акцию В нашей области 40 локаций В разных населенных пунктах Акция проходит В парках Скверах Придомовых территориях Маршруты Тропы здоровья Разработали заранее Нанесли специальную разметку Она подсказывает Пожилым людям О количестве Пройденных шагов Каждый шаг Это шаг К сохранению И к укреплению здоровья На самом деле Сегодня в стране Реализуется Несколько проектов Которые как раз Направлены На получение Таких вот Привычки Навыков Культуры Ежедневной ходьбы Но вот эта акция Она особенная Потому что Есть участники Пожилые люди Дополнительно Все желающие Прошли мастер-класс По скандинавской ходьбе После дистанции Традиционное чаепитие С 10 до 16 октября Неделя психического здоровья По статистике В мире Ежегодно От психических расстройств Страдает Около 450 миллионов человек Эксперты отмечают Более 70% пациентов С такими заболеваниями Можно вылечить При раннем выявлении Как организована помощь В Новосибирской области И кто возвращает Психическое здоровье Жителям мегаполиса Вы узнаете Из ролика О лучшем враче-психиатре региона Финалисте областного конкурса Врач года 2022 Галине Беловой А я с вами прощаюсь Будьте здоровы И до встречи Через неделю Нашей больницей оказывается Психиатрическая помощь Пациентам Города Новосибирска И всей Новосибирской области История появления нашей больницы В городе Новосибирске Новосибирской области Уходит в 30-е годы Прошлого столетия На сегодняшний день Коечная мощность Нашей медицинской организации Составляет 2150 коек Самое важное в профессии Врача-психиатра Это слышать Уметь слышать Уметь услышать Все, что говорит Твой пациент Суметь увидеть Малейшие изменения В его психике Ведь многое Наши пациенты не рассказывают Ну самое главное Наши болезни нельзя пощупать Если так можно выразиться То есть любую другую патологию Тем или иным инструментальным образом Вы можете доказать Без доверия Плодотворной работы У психиатра не будет Немногие могут Позволить себе Работать с душевнобольными И люди сюда идут Целенаправленно Те, кто Желает помочь Именно душевнобольным Ну некоторые из них Были агрессивные Поначалу Когда сюда Ложились в больницу Они были агрессивные Некоторые жить не хотели А по прошествии Там двух-трех месяцев У всех по-разному Они уже становились добрыми Уже стимул в жизни Какой-то появлялся Наша профессия Подразумевает собой И тесное взаимодействие С семьей пациента Мы на протяжении всей жизни Взаимодействуем С родственниками пациента Для достижения Хорошего результата И длительной ремиссии В больнице создана Поль профессиональной бригады В которой помимо психиатра Входят психотерапевт Психолог Специалисты по социальной работе Которые проводят Образовательные программы Не только с пациентами Но и с их родственниками Галина Николаевна Всегда каждому Найдет время Чтобы уделить И объяснить Успокоить самое главное С ее опытом И авторитетом Ну не согласиться Просто бывает Порой невозможно Надежный товарищ Который Ну в моем представлении Никогда не предаст Про таких людей говорят На них держится система Я допустим На протяжении времени Которое здесь нахожусь Я себя стал лучше чувствовать Профессия врача-психиатра Уникальна Ведь врач-психиатр Лечит не заболевания А он лечит душу человека Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова